Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Озеро Чилдыр в Западной Армении начало замерзать. Азербайджан последовательно отказывается выполнять постановление Европейского суда по правам человека. Азербайджанские военнослужащие взорвались на мине в Варанде в Физуле. Арман Татоян отправился в Сюник. Обновленный парк Ахалкалаки – ожидание и реальность. Образовательная и культурная жизнь Западной Армении после середины XIX века. 850-летие со дня смерти Нерсеса Шнор-Али в календаре ЮНЕСКО. 19-летний Артур Григорян стал победителем международного конкурса пианистов. Одно из самых важных озер Западной Армении – озеро Чилдыр – начало замерзать из-за температуры минус 12 градусов. В ближайшее время вместе со снижением температуры озеро полностью замерзнет. Азербайджан не выполнил ни одного постановления Европейского суда по правам человека в отношении пленных армян. Можем ли мы ожидать большего от страны, которая отказывается гарантировать даже право на справедливое судебное разбирательство своих собственных граждан? В случае невыполнения постановления Европейского суда дело рассматривается комитетом министров. Сейчас около 10 тысяч невыполненных решений различных государств. Но первое обязательное решение комитета министров касается Азербайджана. Безответственное поведение Баку может привести к лишению права голоса в Совете Европы и последующему прекращению его членства. Азербайджанские военнослужащие были ранены в Варанде в Физуле, перешедшие под контроль Азербайджана после 44-дневной войны в Арцахе. Как передает спутник Армении, об этом сообщает спутник Азербайджан со ссылкой на МВД Азербайджана. Инцидент произошел во время службы в этом районе. После подрыва мины двое военнослужащих были доставлены в больницу. Следует отметить, что подобные инциденты часто происходят на территориях Арцаха, находящегося под контролем Азербайджана после войны. Первый инцидент произошел 14 декабря 2020 года в Ахдаме, когда один азербайджанец погиб в результате взрыва мины, а двое других получили ранения. Защитник прав человека Республики Армения будет находиться в регионе со своим аппаратом. Исследования будут проводиться по разным направлениям. Об этом Татуян написал на своей странице в Facebook. Напомним, с 11 по 15 ноября на автомобильной дороге Горис-Капан-Капан-Чакатен были установлены азербайджанские таможенные посты. 19 ноября Арман Татуян подчеркнул, что в Сюникской области на дороге Капан-Чакатен из-за незаконных действий азербайджанцев существует неопределенность в шести селах. Компания New Project завершила реконструкцию центрального парка Хасбахча в Ахалкалаке. Однако парк снова не выглядит ухоженным и красивым. Компания New Project осуществила реновацию парка за 279 тысяч лари. Согласно проекту реставрации, асфальт в парке Хасбахча должен был быть заменен на плитку, а также должен был быть отремонтирован фонтан и установлен спортивный инвентарь. Ремонт должен был занять три месяца, но занял семь месяцев. Компания завершила свою работу в парке, но работа в парке еще не закончена. Осталось доделать освещение и очистить территорию. Как и до реновации, сейчас в парке отсутствует общая планировка. Напомним, последний раз ремонт в городском парке Хасбахча проводился в 2015 году. Парку Ахалкалаке 140 лет. Его основал Степано Сананикян. Представляем вам некоторую информацию об образовательной и общественной жизни в Западной Армении. В середине XIX века в армянской образовательной и общественной жизни Мараша произошел значительный прогресс. Существенно изменилась экономическая жизнь марашских армян. Произошли некоторые изменения в их общественной жизни. Армяне Мараша постепенно начали проявлять большой интерес к учебе и образованию. Рядом с церквью Святого Саркиса открылась высшая школа Джамаран. Просвещение народа было приоритетом. Открылись библиотеки и классы для просвещения людей устной речью. Театр сделал первые шаги. Музыка и пение включились в образовательные программы. Помечательно, что образовательные организации армян Мараша были в основном результатом молодежной инициативы. Однако правительство Османской империи не смотрело на молодежь или любую другую группу ясным взглядом. Особенно в середине 1890-х годов, в годы растущего национального давления. Преследований и арестов было много. Поэтому все учебные пособия по армянскому языку мараш в основном относятся к периоду с 1880 по 1895 года. Мы рады сообщить, что 850-летие со дня смерти великого средневекового армянского мыслителя, поэта-богослова, музыковеда-композитора Нарсеса Шнур-Али было включено в число важных событий памятных дат ЮНЕСКО во время проходящей в Париже 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Заявку поддержали Кипр, Италия, Греция и Сирийская Арабская республика. 19-летний студент Ереванской консерватории Артур Григорян занял первое место на международном конкурсе пианистов. В творческом конкурсе приняли участие сотни музыкантов из 33 стран. Лучшим из его исполнений был признан регалетто из оперы Верди. Пианист занял первое место и получил специальный приз в размере 19 тысяч долларов в год в виде стипендии на обучение в Государственном университете Теннесси. Пианист планирует принять участие в международном конкурсе «Гармониум», где впервые сыграет в категории от 19 до 35 лет. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!